В чем состоит главный вопрос? А что собственно были должны делать жители Газы? Я собираюсь признаться кое в чем личном, и я отнюдь не горжусь этим. Но хотелось бы рассмотреть нынешнюю ситуацию в контексте. Я начал заниматься израильско-палестинским конфликтом в июне 1982 года, когда Израиль вторгся в Ливан. В итоге я даже написал докторскую диссертацию на связанную с израильско-палестинским противостоянием тему. А затем я посвятил этому конфликту всю свою сознательную жизнь. 40 мать вашу лет. А затем наступил 2020 год. Тогда сдался даже я и начал писать на другие темы. Я сдался, и признал, что ситуация безнадежна. И во мне всколыхнуло сильное чувство вины, потому что я осознал, что буквально бросаю людей, запертых в концентрационном лагере. Я сейчас не давлю на эмоции и не хочу драматизировать. Однако я должен отметить, что оба моих родителя оказались в концентрационных лагерях во время Второй мировой войны. Моя мать была в концентрационном лагере Мадонна, а отец в Освенциме. И меня раздирало чувство вины, что эти люди сталкиваются с такими же испытаниями, как и мои родители. А я их оставил. Я не претендую на святость, но этих людей бросил даже я. Я вложил 40 лет своей жизни в этот конфликт, и в конце концов был вынужден смириться, с жестоким выводом, что сделать ничего нельзя. Итак. Это действительно неожиданно. Должно ли нас шокировать поведение жителей Газы, большинство из которых давайте не будем забывать об этом, родились в этом самом концентрационном лагере. Они там буквально с рождения. Неужели вы действительно удивлены, что они готовы на отчаянные поступки лишь бы вырваться из этого концлагеря? И кто-то еще смеет критиковать какую бы то ни было тактику, которую они выбрали? Я это не одобряю, но и не осуждаю. Потому что я не знаю, что бы делал я, если бы родился в концлагере и провел там 20 лет своей жизни. Да, я смотрел видео, как вы рассказывали о том, что многие солдаты Цахала делали с этими детьми. Вырывали им глаза и конечности, и все такое прочее. Но я хочу на секунду остановиться на Хамасе, потому что мне кажется это важно. Потому что сейчас очень много людей сразу же кричат про Хамас. И наше правительство, конечно, впереди планеты всей. Они орут, что Хамас это кучка террористов, что они ужасны, и что каким-то неведомым образом американские производители вооружения соглашаются на то, чтобы США поставляли Израилю столько оружия, сколько смогут. А затем напутствует Израиль, чтобы они без всякого сострадания бомбили здания, школы и больницы. Не уверен, что проходит хотя бы месяц без того, чтобы какой-нибудь палестинский ребенок не был убит или ранен. Но я хочу немного подробнее поговорить о Хамасе, потому что в этой ситуации есть еще несколько нюансов. Итак, мой первый вопрос относится к тому, что я сказал, когда мы вас представляли. Многие люди рассматривают эту ситуацию как Израиль против Хамаса. Я думаю, что Хамас это всего лишь одна небольшая фракция, а может и большая, но я бы сказал, что это все-таки противостояние Израиля и Палестины. Существуют и другие группы, которые присоединились к Хамасу и прочим, потому что они в настолько безвыходном положении, что им на данном этапе просто нечего терять. И я уже сказал, что случившееся было неизбежно, что это должно было произойти, потому что, как я уже говорил, их основательно загнали в угол. Эта блокада продолжается уже довольно давно, и Израиль не прекращает расширять свои владения. Так что, по моему мнению, это событие было абсолютно неизбежным. Итак, первый вопрос. Правильно ли утверждать, что это противостояние только Хамасу, или скорее там более крупная коалиция сопротивления, действующая в Газии и Палестине? И второй вопрос. У нас есть вот это видео от Рона Пола, когда Рон Пол упомянул прямо в Конгрессе, что Хамас на самом деле был создан Израилем. Мы быстренько его посмотрим и затем послушаем, что вы об этом скажете. Из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, и в частности в Газе, мы несем определенную моральную ответственность за обе стороны. Потому что мы предоставляем помощь и финансирование как арабским странам, так и Израилю. И мы определенно в ответе за это. Особенно сейчас, когда оружие, которое убивает стольких палестинцев, принадлежит США. И американские деньги, по сути, используются именно для этого. Но существует и политическая ответственность, которую, как мне кажется, мы упускаем из виду. Потому что слишком часто, наше вмешательство в области, в которые мы не должны вмешиваться, приводит к серьезным последствиям. Итак, Хамас. Если взглянуть на историю, то можно увидеть, что Израиль поощрял Хамас, и фактически создал его. Потому что они хотели, чтобы Хамас противодействовал Ясеру Арафату. Было решено, да, так будет лучше, и Хамас выполнил свою задачу. Но никто не хотел, чтобы Хамас делал такое. Так что, как говорим мы, американцы, у нас такая замечательная система, что мы решили навязать ее всему миру. Мы собираемся вторгнуться в Ирак, и научить людей демократии, мы ведь хотим для них свободных выборов. Поэтому мы призываем палестинцев провести такие выборы. И они выбирают Хамас. Итак, во-первых, мы косвенно через Израиль помогаем создать Хамас. Затем проходят выборы, после которых Хамас начинает доминировать. Поэтому теперь нам нужно его уничтожить. Это просто бред какой-то. В 80-е годы мы были в союзе с Усамой, и противостояли Советам. Так, остановимся здесь. Профессор Финкельштейн, у нас есть к вам два вопроса. Во-первых, является ли эта война, объявленная Израилем, войной исключительно против Хамаса? И второй вопрос. Правда ли то, что Израиль создал Хамас, чтобы дать отпор организации освобождения Палестины, и Ясеру Арафату? Не могли бы вы провести нам небольшой ликбез? То, что сказал Рон Пол, фактически верно. Израиль поощрял это различными способами. Например, не применяя таких жестких репрессий в те годы в отношении Хамаса, как в отношении организации освобождения Палестины. Чтобы создать противовес ООП, я не хочу слишком глубоко погружаться в эту историю. Потому что в какой-то степени, несмотря на то, что высказанная им точка зрения исторически обоснована, это, позвольте так выразиться, дела давно минувших дней. Нет. Это уже произошло. Так что мы просто примем это как факт. Хотя с исторической точки зрения он прав. Давайте поговорим о нескольких вещах, касающихся Хамаса. Имейте в виду, что я не защищаю Хамас. Хамас. Ответственность за выбор своих лидеров, лежит на палестинском народе. Если бы не было этой экономической блокады, и Хамас не справился бы с руководством, он был бы исключен на следующих же выборах. Палестинский народ так никогда и не был допущен к демократическому процессу. Хиллари Клинтон, которая была сенатором в то время, когда в Газе проходили выборы, высказала следующее. Цитирую. Мы должны были убедиться, что мы хоть что-то сделали, чтобы определить, кто победит. Таково американское представление о демократических выборах. Мы должны подстроить их так, чтобы люди выбрали только тех кандидатов, которых хотим мы. однако это действительно так, потому что мы ни в коем случае не хотим здесь искажать исторические данные. Правда на стороне палестинского народа, и правда на стороне жителей Газы. Вплоть до выборов 2006 года, Хамас действительно не признавал Израиль как государство. Но как только они пришли к власти, тут же претерпели эволюцию, которая вполне возможна, я не собираюсь утверждать наверняка, но с высокой вероятностью она привела бы к тому, что руководство захотело бы вести переговоры с Израилем. Но у них никогда не было такого шанса. А теперь скажи кто виноват? Хамас или жители Газы? Я не согласен с утверждением что это одно и то же. Однако кто кормит Хамас? Кто его поддерживает? Кто те молодые люди которые присоединяются к Хамасу? Если бы у них была другая возможность в жизни, если бы им дали шанс, если бы они могли дышать свободно, я не знаю, присоединились бы они к Хамасу или нет. Большинство из этих молодых людей находятся на том этапе, когда они готовы пожертвовать своей жизнью, просто потому что ситуация уже совершенно безнадежна. Поэтому я не могу отделить Хамас от населения Газы. Потому что блокада создает синтез и ассимиляцию между Хамасом и народом. У них нет других вариантов. У них нет другого выбора. Вот в чем вопрос. Вот вопрос, который мы должны постоянно задавать себе. Какие у них были варианты? Поскольку вы хотели, чтобы я ввел вашу аудиторию в курс дела, позвольте мне обратиться к истории. Сейчас Израиль периодически совершает эти жестокие, безжалостные, преступные нападения на Газу. Их так много, что я буквально не могу запомнить все названия, но по крайней мере два из них, могут быть знакомы вашим слушателям. В 2007 году Израиль начал операцию «Литой свинец». Она продолжалась с 26 декабря 2008 года по 17 января 2009 года. Amnesty International опубликовали большой подробный отчет об этом нападении. Они назвали этот отчет «22 дня смертей и разрушений». Израиль уничтожил около 1400 человек, в том числе 350 детей. Он разрушил и сравнял с землей 6000 домов. Я пропущу три или четыре других нападения и перейду к 2014 году. Когда Израиль начал операцию «Нерушимая скала». В результате нее погибло 550 палестинских детей. Было разрушено 18000 домов. Питер Мур тогда был президентом Международного комитета Красного Креста. Он отправился в Газу после 51 дня смертей и разрушений. Сейчас я процитирую его. Я надеюсь, ваша аудитория не забудет, что мы говорим о президенте Международного комитета Красного Креста. А это значит, что он побывал во многих зонах боевых действий. Ведь по сути его работа и заключается в посещении горячих точек. И вот что он сказал после израильской операции «Нерушимая скала». Цитирую. Я раньше никогда не видел таких масштабных разрушений. Повторяю. Я раньше никогда не видел таких масштабных разрушений. И на чью же долю выпадают эти разрушения? На кого обрушивается это беспрецедентное разорение? Все достается населению, которое в подавляющем большинстве состоит из беженцев и наполовину из детей. Вот кому героический цахал, армия обороны Израиля, наносит самые масштабные разрушения, которые президент Международного комитета Красного Креста когда-либо видел в своей профессиональной карьере. Теперь согласитесь, можно с полным основанием говорить о возможных вариантах. Итак, почему же палестинцы не рассмотрели мирный вариант? Почему жители Газа не попробовали отказаться от насилия? Но ведь они пробовали. В 2018 году они начали Великий Марш Возвращения. И в самом начале он был полностью ненасильственным. Что же сделал Израиль? ООН опубликовала очень хорошее заявление в поддержку прав человека, в котором описываются действия Израиля. Если ваша аудитория хочет об этом узнать, я расскажу. Согласно отчету, Израиль выбирал в качестве мишени медицинский персонал. Целенаправленно. Он выбирал в качестве мишени также журналистов. И людей с ограниченными возможностями. А куда целились снайперы? Они целились в коленные чашечки и ниже. Так вот. Это кого-нибудь шокирует? После попытки ненасильственного сопротивления, медицинский персонал стал мишенью. Мишенью стали журналисты. Мишенью стали люди с ограниченными возможностями. Неужели действительно никто не ожидал, что ситуация ухудшится? Что в конечном счете никто не прекратит безжалостный огонь и не положит конец этой жестокой, бесчеловечной блокаде сектора газа? Итак, давайте вернемся к основному вопросу. Что же они должны были сделать? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...